Процесс крушения российской экономики уже запущен. И в текущем 2023 году это ощутит на себе каждый россиянин. Всё это результат работы санкций, которые Евросоюз и США ввели против России после полномасштабного вторжения её войск на территорию Украины в феврале 2022 года. По разным версиям, страны Запада заблокировали от 300 до 350 миллиардов долларов средств Центрального Банка России. По мнению экономистов, ситуацию не спасут даже золотовалютные резервы РФ. Сейчас золотовалютные резервы как чемодан без ручки. Вроде бы они есть, а вроде бы и нет. Половина арестованы, а вторую международные банки откажутся покупать в обмен на доллары, чтобы самим не попасть под санкции. Максим Миронов, профессор экономики и финансов бизнес-школы AE Business School в интервью и зданию Forbes. Нефтяной эмбарго стало сильнейшим ударом по экономике России. Были разрушены производственные цепочки, большинство стран отказались торговать с федерацией. Сейчас некоторые из ключевых союзников Украины, включая США, рассматривают возможность полного запрета на большую часть экспорта в Россию, чтобы усилить экономическое давление на Кремль. А это довольно серьезно ударит по российской экономике. Что значит ужесточение импорта в России? Это значит, что будет меньше товаров импортных, соответственно, меньше потребность в валюте. Соответственно, это означает укрепление рубля, означает, соответственно, падение дохода в бюджет. Так что у нас еще много-много разных неприятностей против России. В России назревает социальная катастрофа, говорят экономисты. Кошельки россиян пустеют, они просто не смогут приобрести товары по высоким ценам. Санкции работают, как бы нас не пытались уговорить, что нет, работают и работают мощно. Российский рынок токсичен, Россия ядовита. И чем быстрее с российского рынка выйдут финансовые группы, европейские, иностранные компании, тем лучше для них и тем хуже для российского рынка, Центробанк России уже в следующем полугодии должен прибегнуть к покрытию дефицита Российской Федерации за счет печати денег. Это запускает спираль. И эта спираль приведет Россию к экономическому краху, а политический режим Путина – к банкротству. Андрей Пышный, глава Национального банка Украины в интервью «Голосу Америки». Путин признал влияние антироссийских санкций на финансовый сектор страны. По мнению члена Совета Нацбанка Украины Василия Фурмана, уже в скором времени ситуация станет критической. При этом каждый месяц на войну против Украины Россия тратит более 10 миллиардов долларов. С 24 февраля 2022 года общая сумма таких расходов уже превысила 130 миллиардов долларов. А это, по подсчетам издания Forbes, более трети бюджета всей Российской Федерации в 2021 году.